Эх, Таня, Матаня! Итак, поговорим сегодня про обувь. Про обувь для первых шагов, ортопедическую. Вот я выставила здесь обувь, и вся она является ортопедической, но она очень разная. Поэтому я хочу рассказать про неё, рассказать про свои ошибки, которые я сделала, когда я покупала обувь, потому что я уже что-то забыла, сейчас я опять всё это вспомнила, но успела немножко наподтачить. Так что смотрите, буду рассказывать. Итак, начнём с правильной обуви. Это вот такая обувь. Вот такая вот замечательная обувь. На что нужно обратить внимание? Итак, видите, какая высокая пяточка. Дополнительно над щиколоткой вот такая мягенькая вставка. Здесь всё твёрдо. Вот эта часть регулируется. Здесь тоже. Вот на липучечках. Каблучок. Такой формы. Замечательная обувь, когда мы... Пятка твёрдая. То есть всё как надо. Но не сразу я купила эту обувь. Сначала я позарилась вот на эти. Купила по интернету. То есть мы только сделали первый шажочек. Только встали. И сразу я стал покупать обувь. Кинулась в интернет. Потому что в магазинах наших сначала не нашла нужный размер. А мне нужен был 16. Видите? Шестнадцатый. Это мы начали. Потому что, вы видели, мы очень шустрые. Мама ещё нам наделала массажи. И вот такую вот обувь. Начала искать. Не могла найти 16. Купила сначала 17. Вон у меня, видите, малыш. Что там делает на заднем фоне? Разграбляет всё. Купила сначала 17. Вот такой. Когда мне принесли, я была в шоке. То есть тоже написано ортопедически. Очень мягкая вот эта ткань. Пятка здесь жёсткая. Вот здесь мягкая. То есть здесь, вот видите, дополнительно двойная. Здесь щиколотка. Она тоже должна быть достаточно жёсткая. Вот видите, она мягкая. Вот эту я так вот, видите, нажимом. Вот так нажимом. Вот так нажимом. Не могу сжать. А это, видите, как легко. То есть это одно название жёсткое пятое. Потом удивительная подошва. То есть она какого-то непонятного полиэстера какой-то. Вот мягкий-мягкий. Вот. Каблук очень мягкий. В общем, какая-то катастрофа. Потом, когда мы до неё доросли, я попробовала носить. Здесь всё мягко. Здесь я стянуть не могу. Думаю, ёшкин кот, что же я купила? А, позарилась на сцену. То есть я решила, конечно, не носить. Они нас единственное, что спасли. Был холодный сентябрь. И я носила на носок. То есть они нам пригодились, в принципе, да, неожиданно. Я одевала носочек. Но как только мы выросли из 16-го, я пошла за 17-й. Вот. Это 17-й. То есть, в принципе, я купила такой же формы. Всё. Единственное, что я уже купила, чтобы были вот эти вот металлические. В том же магазине, что из 16-й. И пожалела, что когда вот я покупала 16-й, сразу не купила бы, был такой же фирмы 17-й. То есть всё равно нога бы выросла. И это достаточно редкие размеры. Ребёнок у меня уже там в шкафу. Да? Ну пусть лазит. Ну что теперь? Пусть лазит. На заднем фоне. Видите, какое у меня дитя. Ага. Пока мама про обувь рассказывает. Да? Ну и пусть лазит в шкаф. Мама специально открылась. Интересно, да? Интересно. Ну вот. Мы уже подросли. Вот это вот пытались расстёгивать. Поэтому я искала вот металлические. Ну вот здесь вот не нашла, чтобы было с такой застёжкой. Потому что дети расстёгивают. На самом деле вот эта регулировка, она мне очень пригодилась. Несколько раз я регулировала. То есть все три точечки мы прошли. Подошва неплохая. Но настолько очень была мягкая вот эта вот у меня застёжка, я с ней всё время мучилась. Она всё время расстёгивала. То есть до этого у меня была очень хорошая. И я прям с удовольствием вот эта маленькая панда называется. РФ. Это какие-то турецкие. Хотя всё остальное меня устраивало. Но с этой застёжкой я промучилась очень сильно. Дальше. Так что имейте в виду. Лучше, когда вот эти вот застёжки. И здесь, когда хорошо. Дальше. Пошла за восемнадцатым. Первое, что я купила, была не кожа. Значит, видите, потому что это кожа, значит. И снаружи, и внутри кожа. Вот. Внутри. Ещё вот что. Когда расстегнёшь. Расстегну. Вот. Внутри вот эта мягкая вставка. Вот она считается тоже для ортопедической. То есть вот это все признаки ортопедической обуви. Внутри кожа, снаружи кожа. Вот. Ну, видите, обувь. У неё носочек задран. Вот. Вот так вот, да? Чтобы малыш ходил. Малыш с носка на пят. Очень удобно. Мы сейчас уже ходим. Передвигаемся самостоятельно. И поэтому нам обувь очень помогла. У нас была проблема. Нога немножко пошла выбёртываться. Поэтому благодаря обуви, массажам, мы всё выправили. Теперь поговорим о вот таких смешных. Видите? Такие вот смешные. Мне их подарили. Говорят, ты что? Это на первые шаги разработано, пропатентовано. Супер-пупер, значит. Вот расскажу, на чём основываются вот эти вот, да? Вот эта фирма. Когда вы носите сандалики, самое главное, что вы должны помнить, что вы не можете носить их целый день. Вам нужно делать перерывы и ходить с голой ножкой. То есть у меня на каких-то видео есть, что мы ходим мысичком. То есть час-полтора, всё, переходим, нога должна отдыхать. Почему? Потому что мышца, да, вот эта вот, она перестаёт развиваться. И есть опасность, да? Вот на этом как раз, ну, на этой правиле, да, сыграли вот эти производители. То есть они сказали, нет, не нужна такая обувь, ни в коем случае нужно, чтобы всё было гибкое. То есть это второй подход к ортопедии, да, альтернативный, да, потому что у нас любому классическому есть альтернативный. Это корейская вещь. Вот наши всё-таки ортопеды любят вот такую обувь. Вот всегда должна быть альтернатива. И те, кто считает, что нельзя вообще одевать сандалики, а таких людей очень много, да, вот есть такая альтернатива. У них широкая вот эта часть для того, чтобы пальцы там были, наоборот, свободными. Потому что тот считает, что вот здесь они слишком зажимаются. Я вот не видела, что зажимаются. Вот такая вот вещь. Дальше у них здесь, они силиконовые, поэтому здесь сделаны как бы дырочки. Но я скажу, что всё равно нога потеет, несмотря на эти дырочки. Дальше. Вот эта пятка очень удачная, в принципе. Когда мы стали мне уходить, пробовать, в принципе, неплохо, да, что-то. Но всё равно ребёнок как бы напрягает ногу. Но какие-то были моменты, что мне в них удобно. Какие-то бывают моменты, что вот мне нужно одеть, потому что когда было тепло, мы находили босиком. Вот сейчас холодно. Я как альтернатива, чтобы он походил без сандалика, но не совсем босиком, потому что всё-таки прохладно, одеваю вот эти вот. Кто-то скажет, лучше оденьте тогда носочки. Ну вот кто-то считает, что не нужно носочки, а лучше вот это. Ну, не знаю, ребята, решайте сами. Очень интересное, конечно, решение. Мы носим. Так вот, на ноге смотрятся эти пчуньки. Видите? Вот она так держит пяточку. А тут как загнутые, да. Малыш, пошли, походим в них. Походим в них, встаём. Посмотрим, как в них малыш ходит. Вот мы ходим. Вот так нога. Вот видите, у нас такое ощущение, что он как подгребает их. Пытается встать на носочек. Вот так вот, видите, ходит. У меня такое ощущение, что ножка всё время как напряжена. То есть ему как будто не хватает опоры. Так, лазим. Ну, в принципе, чувствует себя достаточно уверенно в них. Пошел лунный. Так. Ну, и куда дальше, правда, пойдём? Куда дальше? Дальше куда? Ну, ещё один вопрос. Это про носик. Нужен ли вот такой жёсткий носик? Или достаточно вот такого? То есть открытый. Конечно, открытые носики. Вроде как более удобно. Кажется, что ты побольше поносишь. На самом деле, выбор таких носиков зависит на обуви. От того, ходите вы больше или больше ползаете. Вот если вы больше ползаете, то вам нужен вот этот вот носик. Видите, он чуть-чуть стирается. Когда ребёнок ползает, это как дополнительная защита. А если вы больше ходите, передвигаетесь, то для вас уже это не является таким принципиальным моментом. Можно и открытый. Открытый, конечно, чуть-чуть подольше вы поносите. Надо отвертку чинить, да? Вот такие мы мастера. Ещё момент материала. Когда двойная кожа внутри и снаружи, это означает, что обувь будет хорошо держаться. Вот я один раз купила сверху ткань. Они были чуть-чуть дешевле по джинсам. Но, во-первых, ткань это снимает, очень быстро стирается. Но у них был такой только кожаный носик. Я их сразу сдала. Потому что вот эта часть была очень мягкая и не держала ногу. Поэтому двойная кожа внутри и снаружи – это очень важно. Дальше. Размер. Вовремя нужно переходить из размера в размер. То есть пальчик, он не должен выходить на сюда границу. А должен, если конец пальца где-то вот здесь, покрупнее, где-то вот здесь. Всё, нужно уже переходить. Не надо ждать, чтобы он выглядывал. Нужно переходить. Дальше. Когда вы покупаете сантиметр, не меньше сантиметра, даже пишут полтора. То есть это практически большой палец. Может быть, там нога должен, когда вы покупаете, то есть они должны казаться вроде как прям чуть-чуть большеватой. Тогда это правильно купленная ортопедическая обувь. Пинетки. Первый раз встали – до свидания пинетки. Будете подскальзываться. Всё это неудобно. Да, сынок? Да. Всё это неудобно. Пинетки – до свидания. То есть обувь, обувь и обувь. Уличная обувь – такие же требования. Тоже всё должно быть жёсткое. Никаких мягких. Вот такая обувь. Очень часто сейчас, да, красивые такие. И вот задник вот такой, видите, мягенький. Вот такую вот обувь можно одевать, если вы, например, в колясочке. То есть вы в колясочке, ну, чуть-чуть походили, можно. Но, в принципе, уличная обувь должна быть тоже с жёсткой пяткой. Поэтому аккуратно. То есть это такой морской вариант, песочек, чтобы, не знаю, совсем колясочный. Поэтому первая обувь не должна быть вот такой. Она красивая, конечно, да, но вот это коляска. Так что удачи вам. Мы уже ходим. Благодаря хорошей обуви мы начали вставать в 6 месяцев. Даже в 5,5. Потом мы решили, что мы будем опять ползать. И потом мы опять решили ходить. Ну и пошли мы. Первые шажки наши были в 10 месяцев. Один-два шажочка. Ну и уже достаточно хорошо в 11 месяцев мы ходим. Поэтому удачи вам. Пусть ваш ребёнок будет активным. Дива. Сынок. Что там у тебя? Игрушка новая. Ну, пока-пока всем. Выбирайте правильную обувь. И тогда у вас всё будет в порядке с ножками.